Время 10.00. Более 511-ти классников Славянского района приступили к сдаче одного из основных экзаменов. Выпускники проверяли свои знания по русскому языку. Ранее ребята уже сдали экзамены по географии и литературе, а в начале будущей недели им предстоит ЕГЭ по иностранному языку и физике. В ходе проведения единого госэкзамена по русскому языку в нашем районе были задействованы около 150 организаторов. В каждом пункте работали специалисты, обеспечивающие работу системы видеонаблюдения. Камеры фиксировали происходящее в аудиториях, на входе и в рекреациях. В день сдачи ЕГЭ по русскому языку перед экзаменом наша съёмочная группа побывала в школе номер 16, чтобы пообщаться с учителями и выпускниками. Ирина Краснюк – учитель географии школы номер 29, а также сопровождающая на экзамене. Говорит, что очень волнуется за ребят, ведь в этом году меры по обеспечению информационной безопасности стали строже. На входе участники ЕГЭ впервые будут проходить через переносные металлодетекторы. Всё равно всё это откладывают, хотя дети без прогалок, без телефонов, но всё равно это на них лишнее, нервное, конечно, напряжение, обстановка. Естественно, всё равно она будет присутствовать. Поэтому кто как уже сейчас настроится, от этого очень многое зависит. А вот Элеонора Буц в своих силах уверена. Девушка признаётся, что волнуется, но не сильно. Ведь готовилась она очень долго и упорно. Элеонора знает, что нужно делать во время экзамена, чтобы он прошёл успешно. Быстро я не планирую сдавать, но я думаю, сделать тест, но это всё, естественно, перепроверить, немножко отдохнуть, чтобы немножко как-то успокоиться. И с новыми мыслями, с новыми силами приступить к сочинению, потому что сочинение – это не так, что же и просто. ЕГЭ в этом году будет проводиться по 11 предметам. Последний основной экзамен состоится 11 июня. Славянцам предстоит сдавать общество знания и химию. Также существуют резервные дни, когда ребята, которые не смогли присутствовать на экзамене по уважительной причине или у кого совпали даты проведения, могут сдать ЕГЭ с 16 по 19 июня. Тина Копачевская, Михаил Варгулёв, программа «События».